И квадрат, дельта и кио, о. То есть на самом деле я могу записать эквивалентную по симметрии комбинацию из операторов момента конечного движения, то есть спины, это правильно. Правда, есть одно но. То есть если вы обратите внимание, xe на xy это симметричная комбинация, то есть можно записать xy на xy. Ну а на самом деле компонент оператора момента, мы знаем, не коммутирует. Ну, чтобы нам здесь соблюсти все приличия и корректно действовать. Значит, надо здесь вот вместо произведения ипидна и йод ввести симметричную комбинацию и и йод плюс и йод и йод. Ну, чтобы нам в два раза увеличить результат. На вторую добавить. Я это тильдой здесь обозначу вот так, сверху. Тильдой, вот следующее обозначение. Он мне оставит, в общем-то, форму записи ту же самую. И, 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 и. Как вы же здесь пишите? Вот одна вторая антикомбутатора. И, 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 и Можно воспользоваться теоремой Викнера Эккарта, которая гласит, что матрицы операторов, имеющих одинаковые трансформационные свойства, на базисе дат, в случае этого состояния, эквивалентны друг к другу, то есть они совпадают с точностью общего множителя, с точностью до множителя. Что это означает? Это означает, что если я буду рассматривать... И так, значит, это означает следующее, что если я буду рассматривать матрицу оператора подрубольного момента, И, Эн пишу так, дальше У, И, Ё, И, Эн, Штинг, то эта матрица с точностью до константы будет совпадать с матрицей Минус И квадрат, тоже оператор. В этом не состоится теоремы Викнера Эккарта, Эпишур, равняется, некий множитель, множитель я его обозначу Альфа. А дальше матрица И, Эн, той самой комбинации 3, И, 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 Ё, с кильдой, вот здесь, по ТД, это крышка, тоже это операторы, Минус И квадрат, тоже оператор, Дельта И, Ё, И, Эн, Штинг. Вот что можно записать, это и есть суть теоремы, один из вариантов теоремы Викнера Эккарта. Очень важная теорема, она позволяет многие прощения, вообще говоря, упрощать, но их данные в любви дела. Доказывается она, ну, исходя из симметрии, ну, чисто симметрии соображений. В данном случае, какие из симметрии соображения? Это, практически, теория группы вращения или теория вращательной симметрии. И, опять же, наша задача, вот это вот Альфа, Альфа константы. Повторяю, что эта константы, видите, она одна и та же, на все матричные элементы, отличающиеся Мами и Мштриками. Ну, сколько таких матричных элементов? Сколько, ну, здесь размеры с матрицей какова? Ну, размеры с матрицей понять можно. 2I плюс 1. Это сколько значений принимает Альф, ну и столько же значений принимает Альфа, что их матрица квадратная. То есть, это матрица 2I на 2I плюс 1. 2I плюс 1 на 2I плюс 1. Ясно, что в зависимости от И, ну, может быть, очень большая матрица. Ну, скажем, спины ядра могут быть там. Ну, там авторы 3 единицы. Ну, 5 авторы, скажем, вот так вот, этих ледерок. Здесь у топлива кислорода, 17 и кислород 5. Авторы, ну, скажем, инди. То есть, ну, 15 инди. 9 вторых. То есть, вот, раз. И, ну, 9 вторых, это прилично, да? Это уже 2I плюс 1 будет 10. Вот, если будет 10 на 10. Вот, и на все эти 100 матрица квадратных элементов, это консанта Альфа 1. Ну, давайте эту Альфа определим. Значит, для этого мы ведем то, что ядер в квадрухольных квадратных 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 квадратных. в квадратных 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 как она, видите, общая. Достаточно как-то один всего матричный элемент рассчитать. Берем самый простой, видите, вот. Максимальный элемент, конечно, их тоже я возьму максимальный. Вот этот матричный элемент, этот матричный элемент и называет подрубольным моментом ветра. Обозначили U просто, это просто число U. Подрубольный момент ветра. Поскольку, поскольку, размерность подрубольного момента, это что такое у нас? То есть это заряд, заряд на квадрат, заряд на площадь, заряд на площадь. Ку меряют величины, и об этом уже говорили, в так называемых барнах, барнах. Значит, барнах, как определяется, это заряд на, вот такая единичка барнах. Это заряд электронный, ну, естественно, на констант, положительная констант, да. На квадрат, то, что называют не Боровского разница, а фермер с единичкой. 10 минус 4, там среда, то есть это 10 минус 12 сантиметров в квадрате. 10 минус 24, если минус 24, то это СМ в квадрате, да. Вот такая величина заряд на 10 минус 24 СМ в квадрате. Это величину называют барнах. Очень удобная, ну, относительно, скажем так, удобная. Но, вверх, она с нескольких метров в квадрате, потому что здесь 10 минус 12 в квадрате. Это как раз характерный размер, линейный размер ядра. Ну, а если назначёнка сантиметров в квадратном, это, практически, характерное течение ядра, площадь течения ядра. В барнах, в одрубольные моменты, ну, как правило, это, может быть, величина порядка 1, может быть, величина порядка 10, 100, вот такого типа. Удобно повторять ничего. Ну, и вот эту величину, ну, в принципе, её же можно посчитать, на самом-то деле, её можно посчитать. Дело в том, что, смотрим сюда, как она, вернее, что нужно посчитать? Мы можем У связать с А, точнее, это наоборот. А, по-разному, через У. Что для этого надо? Вот я беру УЗЗЗ, видите, вот, смотрю сюда, значит, надо 3ИЗ в квадрате минус И в квадрате. Вот этот матричный элемент посчитать. Мы его пометаем и посчитаем сейчас. Он считается линьком. Итак, считаем, вот этот матричный элемент считает. Ну, пользуюсь, конечно, вот этой теоремой именно рекорда. Итак, считаю. Значит, я просто пишу У. В результате равняется. То есть я теперь пользуюсь этим соотношением. Левую часть и перекрессивная А, ну, поехали. Равняется А. Также матричный элемент ИИ. Ну, а дальше звучит 3ИЗ в квадрате. 3ИЗ в квадрате минус И в квадрате. ИИ. Ну, а здесь фигурируют ИН-функции. Это крайне право функция в соответствии мультиклете. Эти функции являются собственными для операторов. Квадратный момент и З-компонентный момент. То есть может быть, что нужно написать. И соответствующие собственные значения, ИН-функции. Собственные значения И квадрат мы знаем. И на И плюс один. Собственные значения ИЗ в данном случае. Это М, ну, равное И. Значит, будет 3И квадрат минус И на И плюс один. Итак, я точу сразу правую часть А. Ну, а дальше вот эту вот комбинацию. Заменяем фактически этот матричный элемент. И она заменяем на соответствующие собственные значения. Итак, 3, ну, дальше даже вот так написано. Отсюда я получаю минус И на И плюс один. Собственные значения А на 3И квадрат минус И в квадрате 2И квадрат. 2И квадрат минус И. То есть равняется А на 2И минус один. Ну, такая вот интересная комбинация. Отсюда я получаю. Вот, между прочим, то, что я проделываю сейчас. Это вот типичная процедура нахождения экоэффициентов альфа в соотношениях основанных на актерии. И так, отсюда я нахожу альфа. Альфа равняется Q, деленное на И, 2И минус один. Вот так. Ну, а сейчас я что могу сделать? Я возвращаюсь к этой формуле. Кудрубольного взаимодействия. Заменяю здесь Q и Й. Ну, ты вхожу к Васине, квадратный механизм. Заменяю Q и Й на оператор кудрубольного момента. Оператор кудрубольного момента я записываю в виде. Ну, теперь давайте я его аккуратненько могу воспроизвести. Оператор кудрубольного момента. Это я просто углу. Итак, Q и Й с крышкой. Это будет Q, И, 2И минус один. Кладный расчет. Вот на самой комбинации. 3И, И, Й с крышкой. В результате минус, минус И квадрат, лето и Й. Вот это есть квантомеханическое выражение для оператора кудрубольного момента ядра. Ну, что здесь можно сказать? Правда, пройдите внимание на то, что фактически, видите, эта матрица, этот оператор, определяется ко всему одним числом. Хотя на самом-то деле, в другом моменте, тензор второго ранга, я уже говорил, 7000-м, тензор второго ранга, и на самом-то деле, 5 речей характеризуют тензор. Но мы видим, что в случае, когда мы работаем с определенным ЕМ-состоянием, то есть со спинными состояниями ядра, то на самом-то деле, в другом моменте, в этом случае, определяется всего одной константой. Одной константой. Ну, ясно, что, если мы будем говорить о каких-то наблюдаемых средних значений, то они, конечно, будут зависеть от того, какое конкретное действие, каким состоянием мы будем брать, либо какая-то суперпозиция может быть в IT. То есть само значение, блюдаемое, оно, соответственно, среднему значению, но то, в свою очередь, зависит от конкретного состояния ядра. Поэтому, в принципе, мы можем получать разные значения в средних подруборных моментах, в разных состояниях. Но, в любом случае, управлять всей этой погодой в доме, ну, как с каждой группой. Ну и, повторяя, состояние реакции. Итак, я теперь перепишу гораздо подруборное взаимодействие в стандартной форме. Значит, вот разные стандартные формы используют. Давайте его чтобы будет обидеть, уходить. Итак, WCM. Ну, самая простая, я просто беру. Я уже говорил, что беру крышку вот здесь вот ставлю. Вот так. И все. Самое простое, что я могу сказать. Предложение. Самое простое. Ну, тогда раскроем, давай, правую часть. Одна, шестая. Значит, Q и J я заменяю вот таким образом. Значит, там будет Q. И вытаскиваем Q на J. И вытаскиваем за суммы. Значит, так. Q делить до 6I 2I-1 сумма и J. V и J это компоненты тензора G. Ну, а здесь вот эта самая комбинация. входит операторная комбинация. 3Ii и J и минус и так далее. Минус I в квадрате. И в квадрате это и J. Вот и скрывается. Вот это самое-то общее вооружение для оператора квадрокольных, нервных квадрокольных действий. А теперь несколько стандартных форм записи. Дело в том, что на практике, конечно, многое зависит от симметрии электрического полидензора и симфатического вида тензора G. Это тензор второго рамка. Тензор второго рамка. Ну, во-первых, мы можем привести к главным осям тензора второго рамка. То есть, работать в системе главных осей тензора В и или тензора G. Это очень важно. Это значение. В системе главных осей у этого тензора будут только диагональные компоненты. В и 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 тензора. Вот для системы главных осей или для главных или координаций, совпадающих с главными осями тензорогами ясно, что это выражение может быть существенно упрощено. Так вот, я запишу, как это реально сегодня выглядит на практике как-то оператор выглядит на практике именно вот этого случая. WQ вот стандартная запись Q она необычная но, повторяю, стандартная с ней очень работает. Итак, Q VZZ делить на 4 и 2 и минус 1 дальше открывается скобка 3Z и Z в квадрате минус i в квадрате и в квадрате минус и y в квадрате скобка закрывается и большая скобка закрывается вот вот самая популярная форма записи в главных осях тензера G главных осях тензера G главных осях главных осях тензер 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 VXX VYY VZZ но я напомню что мы фактически рассматриваем лензер безшкуровый то есть фактически в квадрокольных замедельствах работает только безшкуровая часть этого лензера поэтому мы смело можем принять условие VXX плюс VYY плюс VZZ равно 0 вот это условие но я напомню что на самом деле это условие может не выполняться может не выполняться строго говоря да оно может не выполняться за счет чего а за счет упомянутого в прошлый раз вчера фактически упомянутого мной контактного слагаемого контактное слагаемое но контактное слагаемое работает только в случае контакта ну скажем в ней в нижнем положении другое в источнику электричества находящихся в состоянии только те T-с электроны могут попасть на ленду и вступить в контактное вздействие но дело в том что для T-с электронов распределение электронной плотности с вещество симметрично и никакого гэпа градиентов электрического поля s-электрон произвести нейтром не может то есть ес электрон не дает отличного куда градиент электрического региона электричество поля 0 могут дать только П, Д и так далее электроны. Т.е. электроны с отличным рентгеном электричеством электричества поля 0. Ну а для этих электронов, поскольку они не вступают в рентгенную связь с ведром, для них вот это вот сумма 0, что будет, когда я говорю, крадиент электричества поля 0. Поэтому по умолчанию это всегда предполагается, что-то и нет места, и все. Хотя повторяю, здесь нужен некий комментарий. В большинстве книжек или в интернете будут зарезать и так. Сейчас, кстати, в интернете очень много информации по ДМР, ДТР, взаимодействию и так далее. Там можно найти прекрасные опции, рефераты, ленции, статьи и так далее. На любой вкус ты все это школьника, то великого ученого. И теми другим может быть интересно. Потому что там можно найти все данные по другому моменту, по другому моменту и так далее. То есть всю информацию. И так, если мы это учтем, то фактически можно сказать так, что в этом случае грандино-электрического поля будет характеризоваться всего двумя константами. вот эти две константы здесь фигурируют. Выделяется ВЗЗ. То есть выделяется некая главная ось. Из трех главных осей выбирается самая главная ось. ВЗЗ. ВЗЗ. Ну, на самом деле, как выбирать? Как выбирать? Ну, это иногда зависит, как говорят французы, да? То есть иногда дело в вкусах. А иногда просто это и есть результат конкретной задачи. Все зависит от конкретной задачи. Иногда сама симметрия, окружение, ядра, скажем, да? Все речь идет о SharpP-Stalvin, о Легве. Сама подсказывает способ выбора главной оси. И второй параметр, который называется параметром асимметрии. Параметр асимметрии СССР. Параметр асимметрии СССР. Как определяется этот параметр? Ясно, что, смотрите, если мы выделили ВЗЗ, ВЗЗ, то тогда Да, у вас параметр асимметрии должен быть связан с разностью Vxx и Vy3. Ну, я их, кстати, видно здесь. И он, естественно, связан с разностью x в квадрате минус и y в квадрате. Как определяется параметр асимметрии? Тоже важный параметр в теории продуктовой взаимодействия. Параметр асимметрии. Ну, еще раз повторяю, еще выбирается главная ось, z обосначается. Параметр асимметрии, это определяется следующим образом. Значит, это комбинация Vxx минус Vyy делить на Vzz. То есть это фактически такая относительная величина вот этой разности Vxx и Vyy. Ну, если бы они совпадали, обратите внимание, если бы Vxx и Vyy совпадали, то, кстати, тогда у меня бы оставалась всего одна константа, управляющая вообще всем выражением для комбинации Анаэльев. Я не буду пользоваться, но только Vzz. Можно было все через Vzz вывозить. Потому что, видите, если Vxx равняется Vyy, то тогда используя условия Vxx и Vyy выражают через Vzz. Ну, и в этом случае просто это равно нулю. И габетонян еще уже переупращается вообще так. То есть в случае, если Vxx равняется Vz yy, у меня Vz равно нулю. Ну, и мы получаем, в общем говоря, аксиально-симметричный габетонян янерных квадрокольных взаимодействий. У вас всего одна ось будет выделена Z. То есть это будет габетон аксиальной симметрии. Поэтому для аксиальной симметрии, естественно, оси аксиальной симметрии выбираются за главную ось. Ну, и когда параметр этого просто равен нулю. И габетонян янерных квадрокольных взаимодействий, повторяю комедию, это совершенно фантастично простой вид. Ну, а если у вас симметрия ниже, чем у аксиальной, ну, что значит аксиальная симметрия в реальных кристаллах? Это эксагональная, это тетрагональная и тригональная симметрии. То есть это, скажем, кристаллы, где окружение выделенного нами, рассматриваемого нами ядра, которые имеют, обладают осью симметрии 6, 4 и 3 порядка. То есть, соответственно, он чуть фиксагональная, это трагональная и тригональная симметрия. Ну, а если эта симметрия ниже, ну, например, симметрия спичного коробка, трамбическая симметрия, ну, тогда у вас все оси х не эквивалентны, ну, как в пищевой коробке, да? Ну, и тогда, естественно, он уже использует полное поражение для этого оператора, для того, чтобы быть, для того, чтобы быть экземодействием. Давайте обратим внимание, что в случае аксиальной симметрии, ну, а вообще, где-то очень популярные, потому что в случае аксиальной симметрии, первый, он очень пласткий. В случае аксиальной симметрии все эффекты будут определяться не просто венечной бун, а произведением бун на бэзэцентре. Бун на бэзэцентре. Что это означает? А это означает, что на практике мы сможем определить экспериментально, экспериментально, только вот на речину этого произведения. А это означает, что ни бун в самом по себе, ни в ИЗЦ в самом по себе, мы, используя ядерный квадрокольм и взаимодействие, ядерный квадрокольм и резонанс, сейчас плане будет чуть ниже говорить, мы определить не сможем. Только произведение. Более того, знак ни бун, ни бэзэцентр, мы тоже не сможем, да? Потому что ядерный квадрокольм и взаимодействие даже знаки в произведении то определить невозможно. Поэтому на самом деле, когда мы говорим о квадрокольм и взаимодействии, моментах ядер, очень часто имеют в виду ситуацию, в которой определяется при расчетном значении ВЗЦ градиента электрического поля. Я бы сказал так, что расчет от сегодня градиента электрического поля точно с гарантией, даже, я бы сказал так, с гарантией 10% невозможно. Поэтому очень часто те значения подрубольных моментов, которые фигурируют в таблицах, это, вообще говоря, не экспериментальный значитель, а значение, скорее, можно назвать полурасчетное значение. И очень часто эти значения в таблицах меняются со временем. Если, скажем, вчера кто-то ВЗЦ нашел и, зная произведение, то определил, а сегодня нашелся Омник, который сказал, что нет, вчера мы плохо считали, я вот нашел значение ВЗЦ, которое более надежно является. Значит, он найдет новое значение, которое, в конце концов, все, если признают, войдет в таблицу. Ну, давайте посмотрим, к чему приведут ядерные подрубольные взаимодействия. Я буду рассматривать самый простой случай аксиальной асимметрии, когда эта парамет асимметрия, этот аэроген, в нуль обращается. Итак, рассмотрим, к чему приводит в учет ядерных подрубольных взаимодействий. И еще я не рассматриваю никаких магнитных болей, локальных переднешних магнитных болей на ядрах. То есть магнитные сиротокные взаимодействия я отключаю. Остаются у меня только ядерные подрубольные взаимодействия. Итак, я рассматриваю, значит, ядро с моментом I. Давайте прежде всего скажем следующее. Если I равно нулю, то, естественно, это будет равен нулю. Если I равно нулю, то это будет равен нулю. Ну, это непонятно. I равно нулю, это аналог как бы S-состояния. S-состояние. А в S-состоянии распределение заряда хватает сирической симметрией. Ну, а такое распределение заряда не характеризуется, по-другому, точнее сказать, характеризуется подрубольным моментом ноль. Далее, если I равняется 1 вторая, то кокосово-другому тоже равняется нулю. Я в прошлый раз об этом говорил. Почему? А потому что I одна вторая я могу получить только за счет чисто спиннерового состояния. Чисто спиннерового состояния. И амбитальное состояние при этом будет соответствовать L равену нулю. Ну, а опять же, L равно нулю, это S-состояние в соответствии сирической симметричным распределением заряда. Зачем отсутствует подрубольный момент. Ну, правда, вот этот результат, то есть тот и другой. Мы можем из общей формулы для подрубольного момента найти. Ну, действительно, что-то у меня вот здесь осталось. Ну, давайте вот сюда посмотрим. Вот подрубольный момент. Значит, вот один множитель, да, вот эта комбинация. Тензер приходит. Ясно, что если I равно нулю у вас, да, то вот в этой скобке ноль, естественно, нулю не так. Ну, правда, здесь второй момент. У вас здесь вот тоже I равно нулю. Нет, но дело в том, что здесь как бы квадратичная будет комбинация по I, а здесь при I равном, или стремящемся, точнее говоря, нулю, в ноль только вот этот множитель будет уходить, правильно? Поэтому на самом деле это и стремящимся к нулю. Вот здесь строгость, можно сказать, не уходить. А нулю равна 1,2. Что будет? Ну, дело в общем. При I равном 1,2, обратим внимание, при I равном 1,2 вот этого, антикоммутатор, который сюда входит, вот здесь я, тензер здесь, законы ставят, здесь это не надо, то есть будет Z в квадрате, там надо тензер в водитель. Так вот, это тензер что он дает? Светящую глинацию, и идет антикоммутатор. Так вот, антикоммутатор, в случае I 1,2, а в случае спидра 1,2, это же матрица Паурия, матрица Паурия известна. Так этот антикоммутатор, это тоже известно, чем он равен? Если бы здесь стояли в матрице Сигма, Сигма матрицы Паурия, это бы равнялось 2 Дельта и Йон. Ну, а здесь свиновые матрицы, они в два раза меньше, чем Сигма матрицы Паурия. То есть здесь будет так, 1,2 Дельта и Йон. 1,2 Дельта и Йон. Ну, и смотрим сюда, что у меня получится. А, нет, я позову. А, сейчас посмотрим, чтобы я помню. Браво, браво. А, нет, нет, все нормально. Смотрим, что у меня получится, у меня в этой клингинации. Вот здесь вот ИИ на Йон. Это что такое? Это половинка от антикоммутатора. И сам антикоммутатор дает еще половинку, Дельта и Йон. Значит, будет 1,2 Дельта и Йон на тройку. 3,4 Дельта и Йон. Первая слагаемая. Здесь И в квадрате, при спине 1,2 И на И плюс 1. Это будет 1,2 на 3, 3,4 Дельта и Йон. Оп, ну, все. То есть мы видим, что в случае спины 1,2 комбинация в ноль обращается. Вот это прямое доказательство того, что в случае спины 1,2 ядра не обладает в квадрубольном моменте. Поэтому в квадрубольный момент отлично для двух ядерных появляется только для ядер с моментом больше ядерам единицы. Больше ядерам единицы. То есть только для таких ядер нет смысла говорить о ядерных в квадрубольных взаимодействии. Так вот давайте просто посмотрим два варианта спины ядра. и возьмем единичку и, ну, скажем, три вторые. Так, чтобы посмотреть. Целый, полуцелый момент. Итак, задачка. Выйти. Квадрубольное расщепление. Квадрубольное расщепление. Для ядра со спином единицей. Итак, пишутся спином единицей. Это главная задача. То есть вот такие задачи могут быть вам предложены на зачетный экзамен. Найти спины упорбольное расщепление для ядра со спином единицы в аксиальном симметричном поле. То есть с аксиальным крадиентом электрического поля. То есть я пишу это равняется 0. Так. И давайте запишем как-то ядра подрубольное взаимодействие в этом случае. Итак, пишу WQ. Ну на самом деле чаще всего пишут все-таки HQ. HQ. То есть габинтиньян подрубольное взаимодействие. Или это пишут так. H. По-русски ядерный ядрый В пишут или по-английски там M2. Итак, как он будет выглядеть в нашем случае? Ну если это равнодород, вот сюда вращаемся, да? Если это равнодород, слагай попадает. А сегодня сколько вот это слагает? 3Z в квадрате минус I в квадрате. Дальше. QVZZ. И у меня единичка взятая. 2I минус 1. Значит, QVZZ до 4. 3Z в квадрате минус I в квадрате. Очень простой вид. Итак. QVZZ до 4. И открывается струбочка. 3Z в квадрате минус I в квадрате. Вот очень простой вид габинтиньян. Ну а дальше, чтобы найти расщепление, ну то есть найти энергию в разных состояниях, где дра с I равновиденец. Что значит в разных состояниях? Состояние всего 3, это же 3 пред. Это состояние I, вернее 1M, где R пробегает значение 0 плюс минус 1. Так вот, давайте попробуем найти энергию этих состояний. Потому что в неративной энергии состояния надо просто найти собственные значения этого оператора. Собственные значения будут соответствовать энергии в другом более всего действия. Ну а собственные значения нет проблем. Собственные значения оператора I квадрата На этом базисе, на базисе их функций мы знаем, это I на I плюс 1, в ленировом менчике, просто двойка, ну а здесь IZ, M просто. Итак, E, N, E, подрухозный экзаменский, но от R, естественно, зависит. То есть, эта формула может быть записана для любого случая вообще. То есть, смотрите, я давайте более общее выражение запишу еще, потому что эта форма, она работает. Ну, что-то надо вернуть обратно к этому виду, и снова она работает при любом мере. Давайте я для любого I, значит, запишу, то есть в общее выражение куба из Z, а потом вернемся к керамином яднице, на 2I, вернее 4I, 4I, значит, дальше 2I минус единица, так. Так, ну а здесь 3M в квадрате минус 3M в квадрате, 3M в квадрате минус EI на I плюс 1. Вот как энергия запишется. Ну, и теперь я могу любое проявить и смотреть, как энергия в квадрате будет от N зависит. Ну, а теперь я возьму, как раз и равная единичка. Вот, вот, сюда, в принципе, в общем-то. Как обычно рисуют эту картинку расщепления. Итак, представьте себе, что у нас ядро с обломом, атомом совершенно. Вот, никаких электрических полей вообще нет. Ну, ясно, что все 2I минус единица состояния, вот, видимо, будет ту же энергию. И вот я эту картинку рисую. Ап! И. Просто один, дорогой какой-то ядра. Какая энергия у меня пока, какая энергия этого ядра, для меня этого ядра не интересует. То есть я скажу, что в свободном атоме у вас энергии, он M зависит, не будет. Для того, чтобы появилась зависимость от M, да, то что сделано? А. Либо магнитный поле включить, да, у вас эффекции манатом на ядренном поле. Да, 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 по его ощуплению появляется. Ну, либо, как мы сейчас видим, электрический поле. Вот. Правда, разница в чем будет. Если вы внешний магнитный поле включите, у вас энергия будет и линейный поле. То есть там взаимодействие с магнитным полем, это минус магнитный момент на вашу магнитный момент на функциональную спину. Ну и, ну скажите, там его компоненты. А здесь у вас видите квадратичный комбинат. Ну это и понятно. Ясно, что в случае электрического поля выделить состояние, различающееся знаком M, невозможно. Почему? Потому что они связаны с разными токами. Один пол, другой против часовой след. Но у электрического поля не можешь разделить эти два топов состояния. Вот ясно, что у электрического поля их энергия должна быть одинаковая. Почему? Потому что электрическое поле цепляет не за токи, как магниты, а за заряды. А распределение заряда в состоянии с M и минусом всегда одинаковое. Итак, что получается, если я включаю G. То есть электрический поле, отличный именно G. Кстати, для этого тоже надо обратить внимание. Что электрический поле будет реагировать не на любое электрический поле, а на то электрический поле, на которого G отвечу на 0. Кадиент электрический поле, точнее, неоднородный электрический поле. Что происходит? Вот смотрим прямо вот на формулу О. Для энергии. Я беру и единичка. Значит, здесь у меня будет четверка. Кубы за взяты. Мы смотрим, какие значения M. 0, 8, минус 1. M равно 0. M равно 0, это будет минус 2. А здесь, значит, двойка будет, так. Это будет минус QVZZ пополам реаграмму нулю. Но я не знаю знак QVZZ. Давайте я считаю, что QVZZ положительный. Тогда я получу вот такое смещение энергии вниз. Это M равно 0 состояние. А к земле будет, потому что я равномерно одно состояние всего. Дальше я термином равное. Плюс-минус 1, я получу 1 или то ЖНМ. То есть фактически дубле я получу. Что я получу здесь? Значит, здесь у меня будет единичка. Квадратик. Минус 1, 1. Вот это будет единичка. 3 минус 2, 1. Ну, а здесь будет, значит, четверка. Вот это будет плюс 1 четверть. Итак, здесь вот на QVZZ пополам сместилось, а там на QVZZ на 4. То есть половинку меньше расщепления. Вверх пойдет. Не расщепление, а 3. Но это будет дублем. M равно является плюс-минус 1. Вот как выглядели. Это расщепление квадрубольное. Квадрубольное расщепление. В общем, обратите внимание, что при этом ценность тяжести не сместится. Почему? Потому что, вот давайте я здесь отмечу эти сдвиги уровня. Квадрубольные сдвиги. Квадрубольные сдвиги. Вот это величина. Это QVZZ пополам. А вот это величина. Это QVZZ на 4. То есть видите, ясно, что в центре тяжести нашего дублета трубок не изменится. Потому что здесь дублет, он сместился на половину меньшее расстояние, чем вот этот цинлет. Вот как выглядели водопольничек. Ясно, что при поглощении электропагнитного поля такие периоды, мы увидим некую резонансную линию и резонанс при энергии. Соответственно, вот этому переходу. 0, плюс-минус 1. Итак. Мы увидим резонанс на переходе 0, плюс-минус 1. Причем энергия или частота, ну, в нашем случае это энергия, чему будет равна энергия? Ну, вот надо просто QVZZ4 и QVZZ пополам сложить. Вот, это будет 3 четверти, да? Это будет 3 QVZZ на 4. Друзья, будьте внимательны. Вот так, модуль. Дело в том, что я взял QVZZ, картинку нарисовал. Для случая QVZZ положительного, если QVZZ отрицательный, то все, это не сами переворачивается, да? Но частота перехода остается то же самое. Остается то же самое. Поэтому на самом деле, измеряя частоту перехода, как? Вот, вот, я беру переход 0, плюс-минус 1, рассматриваю, да, откладываю здесь интенсивность, ну, мы лучше и буквы и не писать здесь, просто отвечаю, интенсивность. Ну, то есть, процент возращения, ну, или, как-то, просто, ну, интенсивность вене. Интенсивность, по-анализации, здесь пишет интенсивность. Вот я при определенной частоте, которую обычно обозначают так, нюнкум, при частоте нюнкум, это частота квадрубольного резонанса, вы увидите линию подращения, резонанс увеличен возращения. Вот вы увидите такую резонанс. Да, в случае одна линия всего будет. Одна линия. Вот, вот. Так, сибирский. Спасибо. Спасибо.